ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Паутина. Система с таким страшающим названием заработала в Центральном федеральном округе, сообщают СМИ. Благодаря ей полицейские смогут искать угнанные автомобили. Позже ресурсы снастят функции обжалования штрафов за нарушение ПДД. Это каким-то образом будет завязано еще и на портал госуслуг. Якобы в недалеком будущем паутина накроет все крупные города страны. ТРАССА СТО ОДИН Volkswagen представил свой самый большой кроссовер Талагон. Машина длиной более 5 метров и шириной 2 метра будет продаваться в Китае. Начальная стоимость в переводе на рубли где-то от 3,5 миллионов. Авто оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором. Минимальное количество лошадей почти 190. Трансмиссия робот ДСГ. Привод передний либо полный. В салоне в первую очередь внимание на себя обращает большой экран планшет мультимедийной системы. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз временно приостановил производство Лады Гранта. Причина – нехватка некоторых комплектующих. Как долго продлится простой и приведет ли это к дефициту машин – неизвестно. Гранта, напомню, уже на протяжении долгого времени является самой покупаемой в нашей стране новой легковушкой. За последний год модель, правда, серьезно подорожала. Сейчас она стоит минимум 511 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Самым полезным автогаджетом российские автомобилисты считают видеорегистратор. Он имеется почти у двух третий водителей, опрошенных порталом Автору. Кстати, доступность регистраторов заметно выросла. Некоторые модели в обычных магазинах стоят менее тысячи рублей. Второй по популярности оказалась камера заднего вида. Далее идут парктроник и электрический компрессор. А вот востребованность радар-детекторов снизилась. И неудивительно. Многие в дороге сейчас пользуются мобильными приложениями, где указано местоположение дорожных камер. ТРАССА СТО ОДИН Победителем очередного конкурса «Всемирный автомобиль года» стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Продажи модели в Европе только-только начались. В Германии она стоит минимум 37 тысяч евро или около 3,5 миллионов рублей. Второе место на конкурсе занял электрокар Honda и третье — Toyota Yaris. Лучших из лучших выбирали журналисты из 28 стран. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова